Евросоюз планирует до конца года ввести санкции против ЧВК «Редут» – организации, участвующей в российском вторжении в Украину. Об этом стало известно расследовательским проектом «Системы и схемы». В проекте санкционного списка говорится, что «Редут» несет ответственность за действия, подрывающие территориальной целостности, суверенитет и независимость Украины. Кроме того, в списке указано, что бойцы «Редута» причастны к попыткам покушения на президента Украины Владимира Зеленского. Сегодня же «Системы и схемы» выпустили расследование, в котором утверждается, что ЧВК «Редут» на самом деле представляет собой масштабную систему вербовки под управлением российской военной разведки ГРУ. В нее входят не менее 20 вооруженных формирований. В тексте говорится, что в системе воюют от 7 до 25 тысяч наемников, формально не состоящих на российской военной службе. У добровольцев более привлекательные условия договора. Им разрешено уходить со службы, получать деньги наличными. Им обещаны большие, больше, чем армии выплаты за ранения и смерть. Система установила, что подразделениями в «Редуте» руководит замглавы ГРУ генерал-лейтенант Владимир Алексеев, бывший сенатор от Тамбовской области Алексей Кондратьев и полковник генштаба Сергей Дроздов. Алексеев уже находится под санкциями США и ЕС, а Кондратьев и Дроздов пока не внесены в эти списки. Все трое офицеров отказались от комментариев. Авторы расследования обратились за комментариями в Министерство обороны России, но на момент публикации ответов не получили. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прочитал вопросы в Телеграме и не ответил на них. Замглавы ГРУ Владимир Алексеев только поставил на сообщение сердечко. Секретные траты Кремля на аннексированные территории Украины оказались в разы больше тех, о которых рассказали россиянам. На это обратили внимание журналисты агентства. В четверг Владимир Путин встретился с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чеханчиным. Журналисты изучили стенограмму встречи на сайте Кремля. Из слов чиновника следует, что бюджетные траты на аннексированные украинские территории составляют уже 1 трлн 700 млн рублей. Для сравнения, это превышает все траты федерального бюджета на образование. Там всего 1,5 трлн рублей. Или здравоохранение, где заложен 1 трлн 600 млн рублей. Продолжаем про финансы на этот раз не государственные, а частные. Хотя это как посмотреть. С начала 2023 года состояние богатейших бизнесменов России выросло почти на 39 млрд долларов. Это следует из данных Bloomberg. Всего к 1 декабря в рейтинге оказались 25 российских бизнесменов, хотя в марте их было только 22. Ну и еще немного экономики. Рубль снова слабеет. Курс доллара сегодня днем поднялся выше 90 рублей впервые с 20 ноября. Аналитики объясняют, что рубль жидаемо слабеет после завершения налоговых выплат в ноябре. А еще накануне в четверг входящие в ОПЕК плюс страны, в том числе и России, договорились сократить добычу нефти на 2 млн 200 тысяч баррелей в сутки в начале 2024 года. В ответ на это решение цена нефти слегка снизилась. Это тоже, как считают аналитики, способствует ослаблению позиций рубля. С утра продолжает гореть рынок садовод в Москве. Пока известно о двух пострадавших, им оказали медицинскую помощь, сообщили в оперативных службах. Сотрудники МЧС эвакуировали с рынка еще 350 человек. К тушению привлекли более 100 человек и 45 единиц техники. Как рассказали в МЧС, борьбу с огнем осложняет высокая пожарная нагрузка, плотная застройка. Сотрудникам ведомства приходится разбирать конструкции соседних павильонов. МЧС задействовала систему «Кобра» для ликвидации огня. Она позволяет тушить возгорание в закрытом помещении через отверстие, не заходя внутрь контейнеров. Об этом сообщили в пресс-службе министерства. По последним данным, пожар удалось локализовать на площади 600 квадратных метров, но пламя все еще не потушено окончательно. Субтитры создавал DimaTorzok